Всем привет! Это видео о Веронике Вербицкой, участнице шоу «Пацанки седьмой сезон», о ее жизни, да и после шоу. Напомню историю Вероники, жила она в многодетной, неблагополучной семье. Когда Веронике было 6 лет, родители посчитали, что она обуза и лишняя в их семье, по этой причине отдали девочку в детский дом. Вероника занималась танцами. Вместе с другими девочками Вероника принимала участие в различных танцевальных фестивалях. Вероника посещала мастер-классы хореографов, в том числе известных, в том числе хип-хоперов. Хип-хоп – любимое направление Вероники. Вероника приняла участие в костинке на шоу «Танцы седьмой сезон», хотела попасть к Мигелю «Новый». Отбор она не прошла, жюри посчитали ее выступление слабоватым на фоне остальных. Затем Вероника попала в проект «Перезагрузка», где исполнились две ее мечты. Она приготовила 15-килограммовый бургер в компании популярных блогеров. Стала моделью и, кстати, до сих пор работает моделью. Потом Рани переодели и дали возможность пообщаться с Мигелем. Ну а потом Рани попала на шоу «Пацанки». И теперь расскажу о ее жизни после шоу. Со слов Вероники, проект ей не помог, она рассчитывала, что проект поможет решить проблему с родителями, проблему недоверия к людям, но по итогу у нее только увеличилось количество подписчиков, и это вся помощь. Повторю это со слов Вероники. Еще Вероника рассказала, что после шоу встречалась с психологом Любовь Розенберг, и та ей тоже не помогла. После шоу Рани планирует общаться с Лерой, Вилкой и Аминой. А вот с Юлией Чикиной у Вероники произошел конфликт, Рани считает, что виной Тому Дарья Громова. Еще Рани успела поругаться с Олей Кравцовой, так как Оля ее подставила. Если у вас возникает вопрос, где они знакомятся, видятся, общаются, то отвечу. В клубе у Ксении Милос. Из всех участниц шоу «Пацанки» Рани там самый частый гость, в том числе до шоу, легче найти вечеринку, где Рани нет, она даже переплюнула Кристину Желточенко. Сейчас Рани работает моделью, хочет учиться вокалу и получить право. На этом закончу. Подписывайтесь на канал. До скорого.